Ой, вы тоже здесь, да? Лова! Тао, Баус, с вами Максим Тао. Короче, ребят, вы сейчас стоите на окне, и возможно будет шум от машин, но не обессудьте, лучше обоссыдьте. Сегодня у нас простой видосик, вопрос и ответ, отказывай, буду отвечать на ваши вопросы, сисечки, которые вы задавали в инстаграме, чтобы разбавить свой ютуб канал, и чтобы, наверное, мы лучше познакомились, короче. Что, я сейчас буду краситься, вот такая вот она штучка, референс, Наталина МЮА. У них сейчас просто конкурс с Мак, и надо повторить её макияж, чтобы выиграть свитшот. А я что, я не щеброд, я не хочу покупать, я хочу выиграть. Поэтому погнали, давайте, ваши вопросы. Но сначала я нанесу праймер и айконик сияющий. Первый вопрос уже, пока у меня всё сохнет, у меня уже трубы горят. Первый у нас самый очень интересный вопрос, сколько сантиметров член мой? Ну, как завещала Ивлеева, нормально у меня всё сохнет. Наношу тон Зина в оттенке 202, он немножко розовит, но ненормальный, чем чёрт не шутит. Вопросы без ответа, и слёзы не от ветра. Следующий вопрос у нас, значит. Без какой бы ступени в мейке смог бы жить? Например, тон или мейк глаз, или что-то такое. Я, блядь, в жизни никогда не использую губную помаду. Типа, я никогда губы не крашу. Типа, у меня всегда тон, брови. Всё, ну, чтобы лицо выглядело хорошо, брови у меня, чтобы были густые. В основном, самые интересные моменты в макияже, это у меня хайлайтера много и какие-нибудь графически интересные элементы. Креативная стрелка, мы же все здесь художники, правильно? Цветовые акценты, типа, могу вот сюда вот красного добавить, могу там, не знаю, что-нибудь эдакое, с причудой, с прибамбасом. Ну, сегодня как будто это. Подружки, хохотушки, сидим, болтаем. Ну, как вам начальные этапы тона? Взяли мазок. Видео про татуировки будет? Я думаю, что будет. Чё нет-то? Твой любимый косметический бренд? Вы, блядь, не поверите, всё началось с Никса, потому что там было очень много цвета. А потом, когда я начал пробовать все остальные бренды, я понял, что Никс говно. У меня как бы есть вот хуй вот этот вот. Вы скажете, что я дебил? Я скажу, да. И чё теперь? С этого у меня началась вся любовь к макияжу, поэтому я как бы войну. И вообще, к татуировкам отношусь довольно-таки спокойно. Я сегодня буду прыгать, сегодня буду прыгать. Тема на тема, поэтому не обессудьте. У нас болталки такие, да? Чё, подружки, хохотушки. Не сушки курицы, вонючки. А потом мой любимый бренд стал Lime Crime. Lime Crime до сих пор люблю. Хорошие продукты, интересные цвета, интересная вселенная, так сказать, да? Концепция вот этого всё. Мне очень нравится. Я люблю, когда бренды имеют очень такую специфичную концепцию. Они вот это вот, там, знаете, L'Oreal. Вот этого ты достойный. Следующий вопрос. Расскажи историю своей татуировки на лице. Давайте я расскажу быстро, потому что я хочу, наверное, в видосе про татуировки рассказать. Это, короче, не паука-муха, вы заколебали меня. Муха сидит на говне, всё. Дальше. Следующий вопрос. Каких бьюти хуру? Хурма вяжет рот. Я ненавижу, кстати, хурму. Но меня любит мама. А при чём мы говорили? А, я смотрю Наталину. Я на много каналов подписан, но любимых у меня достаточно мало. Потому что бьюти достаточно лицемерная такая структура, как, в принципе, и все. Мои любимые, короче, это Наталина и Марина Лакшиус. Обожаю. А все остальные, они такие, типа, норм, либо говно, либо неинтересно их смотреть, либо, я не знаю, какие-то такие, знаете, типичные. Не то, чтобы я хотел кого-то обострать, но это моё личное мнение. Да мой канал вообще-то. Блин, консилер застывает. Я взял консилер, мой любимый. Да вы знаете. Revolution and Defiance 1, блядь. Говно из жопы. И вообще, мой любимый блогер это Максим Даут. Вот это вот самолайк, царский лайк. Ебучий самовар. Так, спонжем притоптаю консайлер, чтобы у нас... О, нормально всё было. По красоте, как говорится. Я устал так сидеть в три погибели, как Чингачгу. Чё, сыграем в Дженгу, ребят? Контуринг делаем, девочки? Конечно. Делаем? Ладно. Какой там вопросичек следующий? Сисичек. Сейчас я после контуринга кикаем Милана 201. А носик поуже мы сегодня будем делать? Конечно будем. Вот это я узкий нос, конечно, сделал. Откуда ты черпаешь вдохновение? Иногда художников слишком ставят высоко, знаете. Вот, он хотел этим что-то сказать. Иногда художник ничего не хотел этим сказать, блядь. А вам кажется, что хотел. Вот такая есть, зараза, да. Но, в основном, у меня вдохновение от энергии какой-то, знаете. Когда ты типа, блин, у меня хорошее настроение. Дай-ка я, блядь, поделюсь этим настроением с вами. Вот так вот, да. В рисунках у меня вдохновение, не знаю, от лиц. Я бы не хотел говорить от людей. Но, наверное, ну лица это часть людей, да? Или можно как-то без людей быть. Также музыка. Ну, знаете, вот это типичное обоссанное мухами. Очень вдохновляла меня природа. Да, блин, я не хочу вот это, знаете, засаленное, замызганное рассказывать. Потому что все понимают, откуда берется вдохновение, мне кажется. Как давно занимаешься мейкапом? Что тебя вдохновило начать? Ну, я уже примерно рассказал. Я начал заниматься вообще артом каким-либо, блядь, с детства. Даже есть где-то на канале старые видосы, где я делал макияжи гуашью. Это было очень давно. А вот именно что, прям косметикой пользоваться? Больше года, да, где-то? А вдохновило начать? Да, блин, что вдохновило начать? Мне просто захотелось этим заниматься, интересно. Я что-то там купил, начал красить, такой, бля, прикольно. Дай-ка этим продолжать заниматься. И в итоге это вылилось. Все. И что, я снова возобновил блог. И, кстати, да, у меня YouTube сколько лет существует? 7? 8? Что это за вопрос такой, блядь? Какие у вас отношения с Денисом? Конфетно-букетные. Бытовые у нас отношения, нормально, дружеские. Чё мы? Хули нам, мусорам. Зачем вода у графини? Я думал, цветы вази, говно в унитазе. Ну, девочки, у вас вопросички тут, конечно. Как ты решился сделать тату на лице? Я хотел сделать тату на лице и сделал его, всё. Проблема ноль. Это было не больно? Я чуть не уснул. Я чуть не соснул. Вопрос в азиат? Батя у меня вьетнамец. Мама у меня русская. Контр у меня этот, смешбокс. У меня ничего не меняется, я очень интересный блогер. С лицом экспериментирую я очень редко, кстати. Какие-то продукты для лица, вот прям, чтобы покупать. Ну, хуй знает. Сколько мне лет? Мне 22 годика. Я ещё бэйбик. Блин, при дневном освещении ты круто красишься? Кажется, что клёво. Ну, камера, конечно же, скажет, что тебе не делать. А я просто притопчу ещё поверх тоном, и заебумба у нас будет, да? А пудра где моя? Блядь, пудру забыл ща. И брон... Ой, чё, всё забыл, блядно. Так, сказал бедняк. Какие отношения с родителями? Отношения с родителями у меня отца уже миллион его не существует. Чё мне этот батя? Все мужики козлы, спермобаки. Вы заметили, что я подсознательно показал факт? Видите? Знаете, я могу определять людей по лицу, и могу, знаете, невербальное общение вот это. Это я обожаю. Людей считываю, как пять пальцев обосрать. А, я поняла. У меня залип контур, потому что я пудру не нанёс. Ой, тупица. Заговорили вы меня, ой. Вы такие разговорчивые ребят. А с мамой у меня нормальное отношение. Она у меня всегда была толерант. Я всегда был самостоятельный. Она говорила, Максим, хочешь, делай? Всё. Не, ну я самостоятельный, конечно, независимо ни от чего мнение. Всё-таки, когда люди это говорят, они лукают, потому что все зависят от чужого мнения. А даже если кто-то тот, кто говорит, что он не зависит, блядь. Такого не может быть. В любом случае зависишь. Мы же люди кто? Ой, ёбки. Так, давайте бронзер нанесём. У Наталины там бронзера много. Я возьму бенефит, какую-нибудь Hulu, либо Dallas. Ну, короче, смешаю их. Микс. Квас. Спайс. Добро пожаловать в змеиный клуб. Клуб Винкс. С каких сайтов заказываешь косметику? Я заказываю с... Культ Бьюти и Бьюти Лишь. Всё остальное я покупаю офлайн. Только не на этой неделе. Каникулы у нас же, да? Средний класс получает 17 тысяч рублей. Клёво. Ориентация какая у меня. Север. Это не ваше дело, понятно. Зачем вам лезть чужие трусы? Я же не хочу капить, типа, ммм, камин аут. Камин аут, что я гетеро. Камин аут, что я би. Камин аут, что я транс. Камин аут, что я тварь. Вот это я могу сделать. Потом она и всём румяна. Тоже вот отсюда возьму. Самые яркие воспоминания школьных времён. Я, блядь, ненавижу школу свою вонючую обосранную тюрьму возле кладбища. Блядь, я плюнул на бронзер, охуенно. Школу я не любил, потому что я всегда был какой-то белой вороной. Меня все там дрочили. Ну как все они, все. Мой класс был ок, ещё более-менее, но всё равно подрачивали. Ну, учителя меня любили, потому что, чё, я был отличник, хорошист, вот это вот всё. Газеты вечно рисовал им, да, художник всей Руси, блядь. Чё к чему, никаких знаний оттуда не почерпнул. Никаких жизненных умений не почерпнул, потому что их там не дают. Но, в принципе, это, знаете, как когда много разных животных заперли в одной клетке, и они пытаются выживать. Вот такое вот, знаете. Потому что подростки это самые жёсткие существа в мире, по-моему. Ладно, давайте, чё, эта школа вонючка обосранная. Нахуя нам нужна школа, ненавижу её. Все школьники, я сегодня ухожу из школы. Кем думал, что станешь в детстве? В детстве я думал, что я стану, вообще, знаете, самое смешное? Я думал, что я стану художником, либо стриптизёром, либо учителем по рисованию. Ну, я вот такая биполярная датура. Мой родной город это Артём. Это, короче, Приморский край, Дальний Восток, возле Японского моря, возле Владивостока, рядом с Китаем. Круто нам сейчас. Вот, самое странное, что там заболевших всего два. Как близкие относятся к тому, что ты красишься? Все мои близкие окружения очень адекватные и понимающие люди. Если я чую, что человек говно, я просто не общаюсь с ним, всё. Всё просто. А мама, мама, зашибись, она говорит, блин, Максим, посоветуй тушь. А я в туши не шарю. Ну, короче, вот так какая-то. Петрушка. Я сижу, болтаю, ничего не делаю. Так, нам нужно, нам нужно уже что-то с этим делать. Расскажи свои про топ-3 кинофильма и сериала. О-о-о-о. Как говорит, дружи без спирта нет флирту. Давайте сначала нанесу базу. Короче, Сифора, помада Сифора в оттенке 104. Типа цветовую подложку. В детстве мне очень нравились фильмы, где женщины играют роль очень сильную и мощную. Типа Лары Крофт. Обитель зла я очень любил. Ещё, знаете, убить Билл. Тарантино. Моя любовь. А сериалы... Ну, сейчас бы я поставил в топ американскую историю ужасов, до сих пор люблю. Она у меня просто в сердечке отложилась. Так и не выйдет оттуда. Штраф сердечка. Блин, говорить и краситься так тяжело. Ненавижу скетчкома, на самом деле. Но я безумно обожаю две девицы на миле. Макс, это как будто мой прототип. Если вы любите скетчкома, пробуйте посмотреть вот этот сериалчик. Оранжевый хит сезона. Чё? Я его на первое место поставлю, короче, в топ. Я такая, это, самогонщица. Угонщица. Угнала тебя, угнала. Ну и что же тут криминального? Из комедийной. Отличность у лёгкого поведения, потому что я очень часто цитирую разные вот эти фразы из того фильма. Ну, короче, видео про фильмы и сериал, это, наверное, отдельное какое-то видео. Ещё надо нам не нанести на нижнюю кеку. Сколько раз я красил волосы. Кстати, когда красите нижнее веко и реснички, вот так вот делаете? У меня всегда рот открыт. К новым знакомствам. Это, чё за вопрос был? Только раз твои волосы красил. А, за всю жизнь я, честно, я не помню. Я могу вставлять сюда фотографии, короче, по ходу дела я сюда вот присяду в уголочек, а вы будете смотреть. Я помню, что у меня был бирюзовый, был красный, был персиковый, были белые, было сплит, половина белая, половина чёрная. Половина была бирюзовая, половина была неоновая. Но сейчас я что-то приутих, потому что приутих в красный покрасился, блядь. Но я со своим цветом волос ходил год. Мне захотелось красный, потому что мне красный цвет волос прям вот пипец как нравится, это вот что-то моё. Я огонь по гороскопу лев, кулина мусором. Как начал снимать видео? Очень хороший вопрос, потому что я начал снимать видео из-за Кати Клэп. Она была моим кумиром раньше, я её пипец как обожался. Исторический канал, кто его помнит, ставьте лайк. Знаете, снимал скетчи подобные, как у неё. Это тот самый случай, когда ты повторяешь за кем-то и учишься чему-то новому уже сам. И уже дальше ты можешь создать что-то своё. Поэтому я считаю, что повторение это хорошо, когда плагиатит, это уже не очень. Блин, что там у Наталина за макияж? Так, ага. И это было, когда мне лет 12-13 было, что-то вот такое. Ну мне нравился всегда блог. У меня особо друзей не было, поэтому я общался в интернете вот так вот. Все друзья были в интернете, даже Любовь была в интернете. Ой, сколько у меня всего было. Я засыпал с людьми по скайпу, блядь, просыпался с людьми по скайпу. Поэтому блог это было как вот такое вот тоже общение. И какое-то вот это творческое проявление, чтобы показать, что я что-то могу. И я всегда думал, что вот за интернетом будущее. В неделю каникул за интернетом будущее 100%. Думал я насчёт снятия влога. Я думал насчёт снятия порчи со своего вот этого. Мне просто нечего особо снимать на самом деле. Есть старые влоги, там я бухаю, ничем не занимаюсь. Всё, не знаю, может быть когда-нибудь, не буду точно говорить, не люблю говорить. Вот этим я точно не займусь. А в итоге, блядь, занимаюсь. Sorry, not sorry. Сколько лет сделал тату? Давайте уже про тату потом расскажу. Ну первая татуировка была вот здесь, её уже нет. Знак пацифик, вот. Ты же в курсе, что есть такой китайский интернет-магазин Таобао? Самое смешное, что я просто рифму придумал такую Таобао, с вами Максим Дао. И потом понял, что первый мой интернет-магазин, с которого я заказал, был Таобао. Я сказал, оттуда, блядь, какую-то красную ёбскую трикотажную кофту. И оттуда я ещё заказывал шипы. Прикиньте, какая интересная история моей открывашки. Я сам в шоке был. Как мы дальше красимся? Короче, я взял палетку Lime Crime, беру отсюда зелёные вот эти. Думаю, может быть, синий ещё возьму. Ну, там как пойдёт. Давайте передохнём, хватит краситься. Ну, давайте уже, давайте покурим. Гашиш. Не, я, кстати, не употребляю ничего. Я пробовал, конечно, но мне не понравилось мне вот эти всякие ваши запрёщённые вещества. Это отстой. Я и так ёбнутый. Курю, айка, с твоих чувств. Мой номер. Game over. Го катку в доту на мид. Только ты решаешь, что сделать со своей жизнью. Будут ещё коллабы. Слушайте, я не знаю, я очень хочу, я обожаю. У меня с Наталиной, это мой первый коллаб. Так клёво было, мне так понравилось. Наталина вообще крутая, такая вообще тёлка. Бой, баба. Мальчик, женщина. Не знаю, хотел бы, но я сам очень боюсь писать кому-то. Я такой стесняшка. Почему татуха на лице будешь сводить? Куда? Вресик быстрого питания. Я делаю татуировки не для того, чтобы сводить. Привет, омлет. Я её не замечаю почти, типа, она есть и есть. Я человек, который к этому относится очень просто и легко. В суперпозитивных видосах бывает, что ловишь депрессухи. Процентов 80-70 у меня всё время подавленное настроение. Эмоционально нестабильное расстройство личности. У меня то, я счастливый, я грустный. Комедия, трагедия, вот это вот. Я просто терпеть ненавижу людей на 100% позитивных. Есть два типа людей. Е, Макс Корж, рулет. Рулет за 15 рублей, знаете, на чайпите и в школе. Типа людей такой, типа, я всегда счастливый, я всегда подлизываю всем жопу, сука. Таких ненавижу, блядь. Многие писали, типа, вот, Максим, я хочу много видео, типа, чтоб чаще выходили. Но я не могу этого делать. Первая причина, это ты, конечно же. Я не смогу отдавать много энергии вам. Понимаете? Если я буду снимать каждый день, у меня энергия исчерпается и видосы будут скучными и интересными. Вот, я буду такой, знаете, ну, бля, чё? О, вот, палетка, блядь. Очень тяжело снимать каждый день. Я не понимаю блогеров, да, которые снимают каждый день. Это реально работа. Ну, знаете, у меня просто концепт канала немножко другой. Ни сколько макияжа, сколько отдачи энергии вам. Ну, а макияжа тоже, конечно же, вы чё, чё, чё? Да ничего, блядь, хуй, вы чё? Ксюша сказала, что у нас в холодильнике пива. Пустые баночки, девочки. Продолжаешь рисовать или only make? Продолжаю, конечно. Это мой любимый, кстати, муж, Тимати Шамале. Ну, короче, я люблю портреты, прям с детства их рисую и не знаю. У меня даже, знаете, что было, блядь, это просто шок, сенсация. Короче, когда мне было лет 14, по-моему, или что-то в этом... Может быть, краситься уже начнём? Зачем? Кому это нужно? Короче, давайте я каяльчик сейчас нанесу. Карандашик отломать, кстати. У меня вся комната была в портретах, это лет сколько мне было? 13-14. И я ловил лютые депрессии всегда. И, короче, в один из таких моментов я лежу, у меня истерика какая-то, знаете, вообще не... Ну, я не знаю, что у меня там было, какого-то, вот-вот-вот-вот. И я, короче, шибер словил такой, типа, чё? И на портретах, как будто глаза все повернулись на меня. Я такой, бля, ну всё, шиза, девочки. Как дела, девочки, что нового, девочки? Ну, короче, вот такая вот была ситуэйшн. У нас сегодня такой одевишник, мы делимся секретиками. Внутренние секреции мы делимся. Сейчас каяльчик нанесу, очень тяжело говорить. Ой, замызгал. Ну, хуй с ним. Ну, выглядит ужасно, да? Чего вы забыли на моём канале привлекательность искать? Растушую синтетическое киточкой. Ааа, я испачкался! Чё, привет! Ааа! Сейчас приду. Осуждал ли кого-нибудь за мейк? Я осуждаю только себя. Нет, потому что я достаточно толерантный человек, вообще ко всему отношусь с пониманием. Если мне что-то не нравится, я лучше промолчу, чем кому-нибудь это выскажу, потому что, типа, ну, зачем обижать человека за то, что сказать, вот у тебя уёбичный мейк. Могу сказать только друзьям, потому что мы кто? Крысы! Давайте пигменты нанесу я. Зеленушка наш любимый, помните, да? Там это ну-ка, зеленушка. Умиротворение и хвостунья. Зеленушку я по бокам, а хвостунью в центр его покладу. О, всё. Блин, ну пигмент просто пушка, да? Какой у тебя рост? У меня рост... Какой целью интересуетесь? У меня рост 175. Чё? Следующий вопрос. На кого учился? Я ушёл после 9 класса. Саса. Пошёл сначала в 10-й, 11-й, в другую школу, потому что у нас в школе закрыли 10-й, 11-й класс. Я такой, прикольно. Перевёлся в другую школу, и там меня загнобили пиздец. Я пришёл домой заплакан, и мама говорит, да, пошли, короче, учиться это. В техникум пойдём. Ну, пошли в техникум. Я поступил на дизайн. Отучился сколько? 4 года на дизайне. Всё, я дизайнер. Могу и интерьеры ебошить, могу и графический дизайн сделать, логотипы, вот это всё. Кстати, закончил всё с красным дипломом. На этом дипломе я режу салаты. Сейчас я возьму какую-нибудь маленькую кисточку, проработаю складку сильнее, а то, видите, да, её вообще не видно на свету. Темнеет уже на дворе у нас, это, на траве дрова. На кого ты учился? И кем ты хочешь стать? Я уже ответил. А кем хочу стать? Я не знаю, куда меня занесёт вот этот вот морской бриз жизни, в какую гавань. Я бы хотел стать блогером. Кем я уже, наверное, уже являюсь? Мне это комфортно, мне это приносит удовольствие, мне это нравится. Мне нравится, что я делюсь с вами какими-то эмоциями, и вы получаете заряд энергии. Я вашим комментарием, девочки, поражаюсь, говно жопа. Потому что вы такие, ой, Максим, я утром проснулась в ужасном настроении. И у меня, собственно, поднялось настроение. Я такой, у меня поднялся хуй. Это реально мне очень радует. Несмотря на то, что я базарю вокзаль как какое-то провинциальное чмо, но я же говорю о хороших вещах, всё нормально, да? Мы с вами базарим как подружки. И я вообще люблю, знаете, такое в любой сфере, в любом предмете, в любой какой-то живой душе, когда присутствует контрастность. Типа, когда вот поют песни в позитивной манере, но о каких-то грустных вещах, вот знаете. Так, давайте стрелку вторую уже нарисуем. Тут чё сидим-бердим? Сейчас разрежу вашу колбасу на бутрик своей стрелой. Скажи про Владивосток, пожалуйста, и вообще интересно про прошлое. Чё могу рассказать про Владивосток? Тигры, балалайка, сопки. Кстати, вот я сейчас живу в Петербурге, и я безумно скучаю по природе, потому что Владивостоке очень безумно красивая природа. Типа, у нас очень красивый ландшафт, у нас там хотя бы есть какой-то ландшафт, а не вот это вот болото плоское. Там и море рядом, минут 10 на машине, и всё, вы купайся, закупайся. Владивосток довольно-таки очень бедловатый город, потому что там вообще ничего особо не развивается так-то толком. Но у нас более люди, да, открытые, простые, что ли, но это не в плохом смысле, просто я в таком, типа, нормальном. Я умею рассказывать, словарный запас, как у рыбки. У Насти рыб. Владивосток, крутой город, очень нравятся заливы-проливы, вот это мост, золотой урок. Недавно открыли KFC Макдональдс. Макдональдса там нет. У нас нет Макдональдса. Откуда столько энергии? Ты охуенин. Это всё энергетики. Спасибо. Да я же сказал, я за неделю собираю энергию всю свою в себе, коплю её, блядь, и выплёскиваю здесь. Вот, а какую музыку ты слушаешь? Боже, наконец-то, моя любимая, потому что я безумный меломан. Я люблю музыку до мозга костей. Своим друзьям говорю, когда новые альбомы, когда что-то такое. Я слежу за музыкой просто как за косметикой, знаете? Недавно вышел суперский альбом у Дуа Липы. Недавно вышел альбом у Фараона, он говняный, не слушайте его. Недавно вышел альбом у Буэрака из четырёх песен. Ну, короче, я безумно, я слежу за музыкальной структурой, за всей, не только за попсой. Всем советую к прослушиванию альбом Хейли Вильямс из Paramore, её новый альбом. Это просто пушка вместе с клипами, смотрите, пожалуйста, спасибо. Это может длиться бесконечно. Это тема для отдельного видео, да, видимо. Видимо-невидимо. Ну, короче, я бегу хлам. У меня целые коллекции CD-дисков, и это только часть. Я безумно люблю вот эту всю музыкальную историю. Я меломан, я слушаю всё. От говняного рэпа до классики, от хардкора до уёбищной попсы, всё слушаю. Блядь, мы не красимся. Давайте брови я буду рисовать. Вот брови я могу рисовать и говорить. Сам научился так красиво краситься? Ну, вообще, да. Типа, Ютуб самая лучшая обучающая платформа в мире. Откуда такой искромётный юмор? Я считаю свой юмор совершенно тупым и дебильным. С хорошей точки зрения, вот так вот. Я люблю безумно каламбур, и это просто, это моё кредо. Шолтай-болтай, муйня-муйня. Также шутки, построенные на песнях. Знаете, там кто-то скажет слово, а ты песню отдаёшь, и сразу такая, смешно, бля. Ну, как-то само-то сформировалось. У нас в Владивостоке, кстати, очень многие любят шутить с песнями. Очень любят каламбур. Ну, по крайней мере, все мои знакомые и друзья вот шарят в этой хуйне, типа. Топ-3 продукта, без которых жить не можешь. Ну, во-первых, энергетики. Коронаж для бровей, гель для бровей и тон. Что мотивирует и даёт силы в трудные времена? Ребята, обычно, когда я нахожусь в каком-то подавленном состоянии, мне кажется, что мне нравится в этом состоянии находиться, и я не хочу из него выходить. Но иногда ты такой просто заходишь в интернеты, мемесы там посмеяться, ютуб-каналы включаешь всякие, смотришь, и такой, блин. Что-то все вокруг меня всё делают, а я ничего не делаю, это твоё ещё хуже. Маня-маня-маня-маня. Меня иногда, знаете, что мотивирует? Конечная идея. У меня в голове там что-то, о, красопендрия происходит. Я такой, блин, надо это сделать. Точно, иначе я никогда этого не сделаю. Собственно, много разных идей, у меня даже есть рисунки, скетчи какие-то. У меня есть один скетч, где девушка, и об неё тушат сигареты. Так знаете что? Беля Алиш сделала эту идею. Чё? Нарисовал два года назад, блядь. Ну, так и не воплотил в жизнь. Поэтому, если у вас есть какие-то идеи, очень креативные вы их делаете, чтобы... Беля Алиш, у вас всё спиздит. Беляш. Нижнюю границу всё-таки чёткую надо. Чётко, пацаны, идём ровно. Па-па-па-па-па-пам. Блин, эти вопросы, сколько тебе лет и ориентация, это вообще... А сколько летишь? Жопу даёшь. Не, ну просто реально, это очень странные вопросы. Это как бы личное дело. Зачем я должен рассказывать о таких вещах? Сколько тебе лет, это вообще, да, не ваше дело. Моя мечта. Жить на Манхэттене и с Доми Мурм делиться секретами, моя мечта. Так, все остальные вопросы повторяются. Поэтому мы можем просто посидеть, покраситься, наконец. И просто поговорить о чём-нибудь. О, у вас есть предложение? Я жду. Могу что-нибудь из обучения рассказать? Допустим, я ещё учился помимо дизайна ещё в художественной школе, но это было давно. Моя художественная карьера ещё же у меня за... О, это вообще, у меня такое было. Я в каком-то конкурсе у нас выиграл. Меня пригласили выставляться в галерею нашу, значит, городскую. Я такой, чё? Это был шок, девочки. Типа, я? А я такой стеснительный, такая низкая самооценка. Вы чё, пипец? Я такой, я? Вы чё, срубу духнули, блядь? Выставился я там? Мне клёво. Первый раз нахуярился в говно. Было круто. Всё есть во влоге старом. Да, это всё есть во влоге старом, можете посмотреть. Вообще, у меня был такой период. Я вообще ни с кем не общался до лет шестнадцати, наверное, пятнадцати. А потом, короче, своими корешами начал хуярить прям жёстко. И перестал заниматься всем. И блогом, и рисованием, и вообще ничего не делал. И, знаете, очень супер повлиял на меня переезд в Питер, потому что друзья все отселились эти. Писали мне только самые хорошие друзья. И здесь я уже перестал так сильно пухать, взялся за ум, типа начал чем-то заниматься. У меня смысла жизни нет. Тусить, не веселиться. Беззаботно и бессмысленно, вот так вот. Я могу, да, типа, да, сходить в клуб, там, когда мне хочется. Это когда у меня уже вот надо жиром своим потрясти жопой своей вонючей в говне. Из занятий я вообще ещё занимался фотографией когда-то там. Могу сюда вот ставить всякие фотоработы, я буду болтать. А здесь будут фотографии, слайд-шоу, как в школе. Я возьму вот этот оттенок, у Наталина там что-то такое, какое-то такое, всякое. Любил фотографировать животных, очень сильно. Мои лучшие фотографии, это, наверное, фотографии животных. Также людей, как обычно, портреты. Такие какие-то природные вещи. Это прям моё. Потом я начал заниматься видео. Осваивал монтаж видео, это был очень долгий путь. То меня сейчас очень сильно удивляют люди, типа, я хочу стать блогером. Это столько нужно всего знать, столько сил. Это нужно понять, какую технику. Это нужно понять, как редактировать, как работает программа, как работает вся вот эта линия видео. Даже не с технической стороны, а со стороны вот такой какой-то режиссёрской, знаете. Как повлиять при помощи видео на зрителя, в плане там, знаете, можно сделать такое уютное видео. Вот как его сделать? Тоже это нужно знать. Как передать какую-то там нарастающую вот эту трагедию, вот эту вот. Это нужно знать, как говорить. Это нужно знать, как обрезать. Много чего нужно знать, в общем, ребят. Это нужно, конечно, практика, очень много практики. Сначала ничего не получается никогда. знаете что еще очень клево это насмотренность когда вы насмотрелись очень многих блогеров знаете как что делать многие меня сравнивают там с мариной лакши с наталиной там с георгом там с чума вечеринкой а знаете почему потому что я насмотрелся всех их и набрался вот это это не специально я записываю в книжку там типа вот там чума вечеринка говорит ента хотя я всегда говорил ента тем не менее я не являюсь их копией может быть какой-то собирательный образ но все равно со своей индивидуальностью это вот то чего тоже очень важно иметь какую-то индивидуальность и чтобы человек тебя запомнил вот такие вот советики приметики омлетики минетики не конечно попробовать всегда стоит ой какое длинное видео выйдет на карантине насмотритесь потом я короче после видео займусь какая татуировка и да я умею ведь татуировки у меня все с собой даже есть я могу сейчас сесть и сделать татуировку но делал другим людям наверное татуировки 3-4 и такое что-то это не моё потом после татуировки снова искал себя в какой-то момент пришел к макияжу собственно вот я и здесь к сожалению сейчас я быстренько нанесу помаду нашу сифоровскую также в оттенке 104 там это ну-ка умиротворение на губы как мы уже делали потому что наталина там именно такой же эффект шок и вернусь про и короче ребят я сделал себе реснички наклеил губки вот такие майский жук снова у нас такой крутой в общем не осталось нанести хайлайт revolution vivid бейкет хайлайт все хватит мы докрасились наталину повторили опа еще поболтали познакомились с вами наконец-то я уже давно хотел с вами познакомиться думаю что я трансвиститка вот такой вот какой-то макияж я обожаю эти красивые кривляния короче нет сейчас погодите я наруто узумаки повторяю образ ну чё похоже здоровчики я креветку с вами был сегодня искренне дао всех люблю целую увидимся скоро камин сун кам пока 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 пока